Мы представляем Национальный природный парк Тузловские реманы. Я руководитель этого парка. Справа от меня Ирина Викторовна Барлаченко, начальник отдела рекреации и экологического образования. Слева от меня ведущий научный сотрудник Национального природного парка Тузловские реманы, Ирина Викторовна Попова. Тема нашей пресс-конференции – «Корлыны Бессарабин. Создание крупного, большого по размерам Национального природного парка в Одесской области». И вкратце затронем итоги результатов встречи с председателем Одесской областной администрации Максимом Владимировичем Степановым. Национальный природный парк Тузловские реманы имеет площадь 27 865 гектаров. Он занимается охраной территории, мониторингом окружающей среды, ведет активную работу по формированию экологического сознания. И он отвечает по своему положению за дикую природу Северного Причерноморья. И вот когда в Тарутинской степи произошла беда, а беда связана с тем, что 1600 гектар диких степей нагло, преступно распахали, мы не могли стоять в стороне, наша команда поехала туда и включилась в активную работу по защите Тарутинской степи. И тогда мы поняли, что нам ничего не остается делать, как взяться непосредственно самим за сохранение не на бумаге, а на деле этой уникальной Тарутинской степи. В чем ее уникальность расскажут специалисты, я могу еще немножко сказать, я хочу сказать о юридической стороне. На сегодняшний день Тарутинская степь имеет 5200 гектар заповедной территории в статусе ландшафтного заказника местного значения. Она фактически беспризорна, без родителей, без единого штата сотрудников, которые могли бы за ней наблюдать, охранять, изучать, пропагандировать. Поэтому, пользуясь такой ситуацией, некоторые генералы, в кавычках, просто сдали эту степь на распашку, и нечистоплотные фермеры взяли и распахали такую огромную площадь. И тогда у нас появилась идея присоединить эту уникальную территорию к площади Национального природного парка Тузловские лиманы с тем, чтобы она была под охраной государства на самом высоком уровне, как имеющая статус национального надбаня и играющей важнейшую роль в природных экосистемах, а в будущем, которая могла бы играть важную роль в рекреационном развитии. «Пиродная Бессарабия» — это неспроста придуманное название, оно опробировалось на модели разных общин с разными людьми, которые занимаются и бизнесом, и наукой. Мы решили, что это название очень выигрышное, поскольку Бессарабия, как такой небольшой географический район, регион в Одесской области, он обладает уникальными природными экосистемами, природными ресурсами. Это моря, это лиманы, это степи, это лесные территории, это много-много еще интересных туристических природных фишек, будем говорить, которые могли бы привлекать туристов в будущем, как действительно перлынки. Но для того, чтобы привлекать, надо это сохранить. И вот наша идея парка — подготовить такой документ. Мы его подготовили, называется он «Лопотание к Министерству экологии». Он был направлен 23 января, для того, чтобы Министерство быстро приняло решение и сказало, да, мы хотим такой формат сохранения этого уникального участка, и мы хотим в Бессарабской части Одесской области сделать большой национальный парк Крылы на Бессарабии. Однако Министерство экологии до сих пор нам не ответило. Оно саботирует выполнение закона о природнозаповедном фронте, статья 53, где сказано, что Министерство отвечает в течение месяца на любое ходатайство граждан Украины, а тем более научные организации, которые имеют желание создать либо расширить ту или иную территорию. И таким образом до сих пор этот уникальный проект под переломом Бессарабии, он просто провис. А провис еще по той причине, что как Министерство экологии, так и Министерство обороны, они имеют свою общую идею на высшем уровне, это полтора, это семерак, два министра, создать там на базе заказника местного значения, заказник общего государственного значения. Это примерно одно и то же, абсолютно ни одной единицы штата, это декларированное название, заказник, и мы потеряем эту степь, если мы пойдем по этому пути. Поэтому наша задача добиваться последовательного решения на высоком уровне принятия этого документа, а самое главное это проект указа президента, и в ближайшее время собственно сам указ президента. Что мы выиграем от этого, мы сейчас в нескольких словах еще скажем, вот с точки зрения науки, Ирина Николаевна может сказать, и с точки зрения развития и рекреации, Ирина Викторовна. Потом я еще кое-что добавлю. Пожалуйста, коллеги. Уважаемые друзья, я хочу несколько извне посмотреть на этот вопрос, чтобы вы себе представляете, насколько данный вопрос актуален. Дело в том, что в Украине сейчас площадь природного законодательного фонда составляет 6% от всей территории страны. Это меньше, чтобы понимали, чем общая площадь славок, которая в Украине имеется. В соответствии с законом, который ставит задачи развития Украины, в целом процент природного заповедного фонда должен быть увеличен до 15%. Для Одесской области эти цифры меньше. Сейчас у нас 4,5% природного заповедного фонда составляет. Запланировано 10,4% до 2020 года. То есть мы видим, что увеличение природного заповедного фонда необходимо осуществить достаточно большое. Если сравнивать территорию Украины с европейскими странами, скажем, всюду процент природного заповедных территорий значительно выше, чем у нас. Так уж случилось, что Тарутинская степь в площади 5200 стала заказником местного значения. И, как показала практика, что такой тип объекта природного заповедного фонда, то есть такая категория, это совершенно неэффективный способ охраны. Поэтому нужно искать другие способы охраны. Ученые, ну как биологи, экологи, географы в Украине сейчас совершенно четко понимают, что природный заповедный фонд Украины должен быть репрезентативным. То есть должен отражать те физико-географические установленности, которые имеются в Украине. То есть природный заповедный фонд должен содержать, скажем, лесные участки, спектные участки и так далее. В Одесской области в составе природного заповедного фонда преобладают именно лесные участки. При том, что Одесская область практически полностью степная область. Если вы помните, на севере области лесостепь расположена, но по последним данным это подзоны лесостепи, которые также относятся к зоне степи. Степных участков в территории Одесской области большого размера нет. Вообще, почему нужно охранять степь, и почему, так сказать, об этом говорят, и почему НПП бросился на защиту этой территории. Дело в том, что в настоящее время совершенно четко сформулировано, что степь на планете Земля уничтожена как биом. Что это значит? Биом – это совокупность всех живых организмов, которые входят в состав экосистем, скажем. Степи формировались под воздействием крупных млекопитающих, ну, жвачных, которые использовали вот эту фитомассу, фермирующуюся степя. Их уничтожили, как вы знаете, поэтому и степной биом отсутствует. Значит, при том, что в степи занимали 40% территории Украины, или можно сейчас сказать, что степная зона занимала 40% территории Украины, они сохранились на 1-2% территории. При этом эта территория, главным образом, склоны балок. То есть, куда не добрались те, кто распахивает территорию механизмами. Почему степь так распахана, я думаю, многие знают. Потому что степь – это тот тип растительности, который формирует самые плодородные почвы, черноземы. Почва – это продукт деятельности растительной. И вот именно потому, что степные растения были уничтожены, такие экосистемы не функционируют, поэтому плодородие наших черноземов неуклонно падает. Поэтому тут возникает и другая проблема. Отсутствуют степи, и качество наших земель также ухудшается. Так вот, Тарутинская степь, в отличие от всех этих маленьких кусочков, которые сохранились на неудобных, располагается на так называемом плакоре, то есть выровненном участке, на выровненном ландшафте. То есть та растительность, которая сохранилась в Тарутинской степи, она именно отражает те особенности зональной растительности, которые характеризуют степь. Именно ту растительность, в которой формировался, ну, как говорят, украинский этнос. Именно поэтому данный участок степи и нужно охранять. Кроме этого, есть еще один момент, что эта территория является, ну, на 100% уникальной вообще. То есть нигде в мире больше такого участка нет. Потому что, если, скажем, сравнивать степные участки в пределах Украины, по площади, то самым большим является, конечно, Скания-Нова. Всем широко известная Тарутинская степь на втором месте в Украине. Но дело в том, что тип степи в Аскании-Нова и Тарутинской степи различаются. Это разные растительные сообщества, представляют разные категории степи. А в Тарутинской степи это равнократно-тепчакова-ковыльная степь. А в Тарутинской степи это, ну, злаковая. Тепчакова-ковыльная, можно сказать. То есть более бедная, менее разноцветная. И вот те, кто там имел возможность побывать, как раз в период развития растительности максимальной, могут увидеть вот это разноцветие красок, которые там имеются. То есть эстетически это очень положительное влияние оказывается практически на любого человека. Там можно восстанавливать нервы свои, ну, и решать многие... Вот я об этом как раз хотел сказать. С одной стороны, уникальные природные экосистемы, прежде всего степи, о которых мы сегодня говорим, они важны для поддержания биосферных процессов, должны сохраниться практически вот все виды. Это невозможно, но максимально все виды, чтобы они давали баланс в этой экосистеме. А с другой стороны, поскольку исторически там селились разные этносы, и они имеют свою культуру. Там есть очень много исторических памятников. Очень важно развивать туризм. Туризм зеленый, туризм сельский, туризм экологический. Эти направления стратегические, да, высказываются практически всеми губернаторами и председателями областной администрации разных периодов. Но каждый по-своему вкладывает и ресурсы, и свои знания, и управление этими территориями. Наш национальный парк, который предлагает создание перелывной Бессарабии, он занимается вплотную развитием рекреации и экологическим образованием. И об этом направлении хотел бы, чтобы рассказала Ирина Викторовна Бролоченко, начальник отдела экологического образования и рекреации нашего парка. Ирина Викторовна Бессарабии, я открываю новую живость, потому что национальный природный парк Уздивские лимани, ну, в самих назвах, закладывается так, что национальный природный парк Уздивские лимани представлено в основном водно-волотными угидями. Это мягкие лимани, их 12, это уникальный песчаный пересек, который имеет большую протяженность в межах парка, и штучный лис. А вот Тарутинский степ представлено не менее уникальным по своей сути территорией, но и совсем другая экосистема. Это степ, о котором мы говорим. Вот буквально вчера на працівники парку, друзей парку, отведали это уникальное место, получили массу граждан. И как бы было действительно это объединение, то расширение парка и создание уже под новой названием территории Бессарабии, это открыло новые возможности, потому что тот турист, который приезжал бы, например, для того, чтобы познакомиться с лимчатами Бессарабии, с культурой, с единицами и так далее, то он бы уже, возможно, готовый такой целесный продукт туристический, он бы мог бы узнать с всеми экосистемами. Он мог бы побачить и тот самый Тарутинский степ, и наши лимани, и наш лис, и море и так далее. Также мог бы, например, скуштовать ту самую бриндзю, которая рекламуется в Кромышице, и которую там вырабляют, и отведать ту самую рыбу, которая наголюется и которую выложивают у нас. Тобто, это новые перспективы, новые возможности, потому что это очень важно, в первую очередь, как распоряжение этого Тарутинского степа, и, в том числе, для развития туризма уже на каком-то новом периоде. И говоря о том, что, с одной стороны, мы должны сохранить биологическое разнообразие для функционирования биосферы, с другой стороны, дать возможность развить туристическое направление. Мы не забываем о местных жителях, о тех этносах, это украинцы, русские люди, болдаване, болгары и много-много еще других этносов, которые имеют свою культуру, и они, конечно, мечтают жить намного лучше, чем сегодня они там существуют. В нашем национальном парке Тузловские лиманы мы знаем эти местные общины, мы с ними работаем, и каждая община ждет туриста. С одной стороны, она не до конца понимает роль национального парка, какую вообще выгоду они могут иметь, пока ты им на примере не покажешь. А с другой стороны, когда они почувствовали реального туриста, а у нас сегодня туризм в основном на пляже, там-то пляжный туризм, но мы моделируем еще и туризм сельский, зеленый, экологический, и когда они это прочувствовали, они уже как клещ цепляются за это и поддерживают идею национального парка. И в Тарутинской степи местная власть, глава райадминистрации, райрада, местные советы, веселая долина в частности, они уже вынесли решение о том, что они готовы на вариант перелы на Бессарабии. Они готовы присоединиться к национальному парку Тузловские лиманы в единый большой национальный природный парк. И если это произойдет в ближайшее время, мы уверены в том, что статус сам по себе повысится, повысится возможность сохранения тех экосистем, ради которых международная общественность, международное сообщество ищет контакты с нашим правительством для подписания международных конвенций. И в нашем парке Тузловские лиманы есть ряд конвенций, которые мы соблюдаем от имени государства. Это конвенция Ромсарская по охране водно-болотных угодий, конвенция Бернская по охране ландшафтов, конвенция Бонская по охране мигрирующих видов, конвенция Рио по охране биоразноморительства. А вот Тарутинской степи там действует одна конвенция, Тарутинская конвенция. И вы наверное слышали, что есть такая смарагдовая мережа или зумрудная сеть. Европа предложила Украине войти в этот формат и Тарутинскую степь включили в этот формат смарагдовой мережи. Поэтому, имея такой большой национальный парк в Бессарабии, быть включенным в такие международные договоренности, есть огромные возможности получения инвестиций для развития. В частности, наш национальный природный парк сейчас работает по трём проектным программам по развитию туризма через Европейский Союз. Скоро, мы надеемся, скоро будет финансирование. И мы говорим местным властям, местным жителям, что если вы будете поддерживать философию национальных парков, которые существуют в Украине, да и в мире, то вы имеете перспективу. Потому что ваша продукция, ваши наработки культурные, которые есть, они будут востребованы для туристов. И для примера, скажу, может быть интересно будет зрителям, наш парк уникален тем, что очень много птиц разных видов, встречаются в разные сезоны. И вот скоро приезжают к нам люди из Швейцарии, семья, которые хочут посмотреть конкретный вид птицы в нашем парке, чтобы порадоваться тому, да. Птица эта не загнездилась в этом году, несмотря на это они тоже едут к нам. И таким образом, то, что мы предлагаем, наша команда национального парка по расширению сети природозабельного фонда в виде перуны Бессарабии, имеет научное обоснование, поддержанное местными властями, и мы надеемся, что Министерство экологии в ближайшее время поддержит. Теперь второй вопрос по поводу встречи, нашей встречи команды с губернатором. Если интересно, я рассказываю, потом мои коллеги еще, может быть, поддержат это повествование. Отношения с губернаторами на протяжении моего руководства национальным парком складывались по-разному. Начинал я еще по созданию Куяльинского национального парка припалиться, потом пришел Саакашвили, у нас были сложные отношения по Тузловским лиманам. Саакашвили ушел, ничего не сделав для национального парка, хотя грозился. Пришел Степанов, и буквально с первых дней он отменил предыдущее согласование с бывшей администрацией, и мы начали как бы опять с нуля наши отношения. Но Степанов, я надеюсь, достаточно мудрый политик, и сегодня нам удалось это увидеть. Он, несмотря на то, что встреча с ним была назначена на сегодня, секретарь говорит, что встреча у вас на завтра, не шестого, а седьмого. И действительно, в графике у него было написано седьмое, но нам они дали информацию, что встреча шестого. Несмотря на это, губернатор бросил все свои запланированные встречи и встретился с командой национального парка. Это были не только я, Лена Николаевна, и Ирина Викторовна. Было восемь человек сотрудников парка и один наш юрист. И Степанов уделил нам, сколько минут? 72 минуты разговора по поводу перспектив развития национальных парков в целом, нашего особенно, и по поводу Перлыны Бессарабии. Точка зрения Степанова на Перлыны Бессарабии и на Тарутинскую степь такова, что он вместе с министром экологии Семираком и министром обороны Полтораком уже как бы обговорили формат заказника общегосударственного назначения. То есть фактически это то же самое, что и было, и мы, надеюсь, донесли до него, что этот формат неприемлем, нужен статус национального природного парка. Он согласился с концепцией, что это было бы лучше, но он хотел бы, чтобы министерство обороны имело реальные возможности проводить там свои тренинги для солдат. В каком формате мы пока не обсуждали, но он ждет буквально сегодня-завтра наше предложение по зонированию будущей территории национального парка с тем, чтобы интересы Минобороны были там учтены. Мы пошли на этот разговор. Что касается нашего парка и ради чего он пригласил нас, это вопрос функционального зонирования национального природного парка. Те зрители, которые нас давно уже мониторят, следят за нами, знают, что это один из главных камней преткновения. Говорят, что местные жители против такого зонирования, ученые говорят, только такое зонирование спасет биологическое разнообразие и ресурсы для местного населения. Михаил Владимирович Степанов не понимает вопроса зонирования, естественно. Он предлагает формат обсуждения, более глубокого обсуждения с какими-то конкретными ключевыми лицами. И мы договорились о том, что парк идет на такое обсуждение и в ближайшие дни этот формат будет предложен нашему парку. По итогам сегодняшней встречи я хочу сказать, что я благодарен встрече с губернатором, я благодарен тем коллегам, которые были с нами. Мы донесли до губернатора, что национальная природная парка в детской области это будущее. Что мы не можем идти на поводу отдельных каких-то браконьеров, которые уничтожают ресурсы. И забывать о возможностях и о потенциале тех людей, тех этносов, о которых я говорил раньше. Коллеги, если есть пару слов, можете сказать. Если нет, вопросы. Какие слова, можно про ликреацию. Это наш парк, созданный в 2010 году, на самом деле, туризмом до входа Ивана Триконовича в парке. В этой команде никто не занимался. Поэтому за эти полтора года были созданы, хотя пока на папере, маршруты, описаны. Это легкая работа, но это уже сделано на первые шаги. И сейчас мы должны все это втеливать покроково. Мы надеемся на поддержку Министерства и, возможно, губернатор, который сегодня заявил чётко и прямо про то, что он интересен именно в развитии туризма на территории национальных природных парков. И то, что наше население потребует информационной поддержки, навчания, и мы планируем семинары, потому что нужно людям показать перспективу развития сельского туризма. Так сталося, что у нас у Министерства и парковых территорий, ну, минимум, там, 8-9-7, которые живут без посередине близко к Лиману. То есть они имеют, в принципе, ту базу, которая позволила им заниматься сельским туризмом. Не достаточно, конечно, знаний, но я уверена, что когда люди дома сможут заработать первую копию, когда, надавляя послуги рекреантам, туристам, то они увидят перспективы развития сельского туризма. И это будет и вырешена проблема четкого працевлаштования на селе, и, я думаю, что, ну, не секретно для кого, что, если развивается туризм, то, что, если развивается туризм, то, что выходит на другой план, и, в общем, вытесняется такое явление, как, там, браконьерство и так далее. То есть мы работаем в этом. Что самое важное в заключении, я хочу сказать, что у нас есть заместитель министра, который курирует все объекты природного заповедного фонда. Он молодой человек, это Василий Ильянович Полуйко из всех национальных природных парков в Украине, а их 47, а под министерством 37, он выбрал именно наш национальный природный парк и приехал первый к нам для того, чтобы разобраться с проблемами, которые там существуют, для того, чтобы понять, каким образом он, лично курируя объекты природного заповедного фонда, может помогать в развитии национальных парков. Мы ему благодарны, благодарны всем друзьям, всем одесситам, которые живут далеко от национального парка, но часто бывают у нас, и которые всеми силами помогают тому, чтобы наша команда, наша команда, которая предлагает открытый и прозрачный способ работы, просвещения, чтобы она могла этот опыт распространить на другие национальные парки, в частности, Нижнедестровский, который рядом тут с Одессой, но абсолютно не раскручен, не охраняется, и о нем практически никто не знает. Спасибо. У меня есть такие вопросы. Какие у вас штаты охраны? Общий штатный состав национального парка 45 единиц. Из них 33 фактически работают. Охрана состоит из 8 инспекторов, начальника отдела охраны и еще нескольких природоохранников. Их четверо, но пока по факту их трое. Мало. Они местевые. Да, они местевые. И в этом заключается проблема. Им тяжело составить протокол. Мы их потихонечку учим. Те, которые не хотят работать по закону, мы их увольняем. Но сейчас мы предложили новый формат работы и министерством предлагаем наш проект, чтобы у нас была оперативная команда инспекторская, которая была не из местных жителей, которая могла бы работать как фантом спонтанно по заданию администрации в тех проблемных местах. И тогда, надеюсь, у нас эффективнее получится. Но проблема даже не в том, что количество такое небольшое решает не количество, а качество. Чем они оснащены? Парк фактически ничего не имеет, кроме одной полу-зывой мины. Нет ни обмагирования, ни транспорта для них. И здесь более нет оружия. Мы над этим работаем. Мы получили наконец офис. Выбили этот офис. Теперь мы потихонечку выбиваем другие части инфраструктуры через международные гранты, через запросы министерства. Надеюсь, мы сделаем все, что от нас зависит. Спасибо.